у меня всегда день рождения было летом в августе а в этом году у меня день рождения стало зимой в аргентине у вас будет новая привычка вы будете смотреть курс спеса к доллару потому что нужно будет узнать сегодня будем менять деньги или все-таки завтра памятник капитану колумбу до одно из самых первых красивых мест и которые посетил в буэнос-айресе и всегда на улице кричали камбио камбио сначала думал что они от меня хотят оказывается они готовы поменять мои доллары на песо 21 свою пользу принято домашку надо делаю иногда списываю буду кого честен как нормальный адекватный студент путешествуйте по аргентине привет этот выпуск вдохновлен вашими вопросами которые вы задаете в личных обращениях ватсап на тему легального оформления вида на жительство в аргентине по программам обучения в том числе эта программа стала особенно привлекательной как финансово так и по своей сути для тех кто выбрал ранее или даже уже начал процесс по программе рантье и теперь меняет основания и легализуется по программе обучения в одном из своих роликов я брала интервью у юриста и директора образовательного института где юрист рассказал о том что есть две формы легализации по обучению одна для детей по обучению в секундарии и вторая для взрослых старше 18 лет по курсам испанского языка если вы не видели это видео то она сейчас появится всплывающей ссылкой однако если по обучению детей более или менее все понятно и о том как выглядит детский сад и школы я уже рассказала то по теме обучения для взрослых вы просите дать немного больше информации поэтому я решила взять интервью у одного из студентов у которого зовут саша который сейчас учится в буэнос-айресе он выбрал не курс испанского языка а другую программу и я уверена что его опыт и взгляд будут вам очень интересны и полезны смотрите это видео до конца чтобы узнать какие три совета даст саша для тех кто еще планирует свой переезд в аргентину саш привет я решила снять это видео почему потому что я очень много работаю с семьями которые приезжают сюда буйнос-айрес по разным причинам с разными целями и задачами и многие из них задают мне вопросы относительно системы обучения и тому как легализоваться здесь по обучению в аргентине вот а ты насколько я знаю стал счастливым обладателем там парам-пам я тебя поздравляю с этим событием она на самом деле долгожданная очень многие мечтают получить свои руки вот этот долгожданный пластик мы с я уверена в этом да мы с тобой подружились на почве game development а я тоже как и ты в общем работаю в этой сфере и интересуюсь этим направлением поэтому мне было интересно узнать тебя как твой путь здесь строился в рамках вот именно гензи велпан ты почему-то выбрала обучение именно по этому направлению расскажу чуть пожалуйста подробнее хороший вопрос именно весь ответ гем-девелопинг потому что у меня очень много друзей связано в гейм-деве есть гейм-дизайнеры гейм-аниматоры и сам продюсеры в игре и мне было интересно эта сфера так у меня есть небольшой был бизнес россии вот ребят хотели мы создали команду этого делать игры но для того чтобы понимать именно процесс под капотом как это устроено как отработает мне саму стало интересно почему не научиться самому делать игры непосредственно нуля создать свою игру вместе с ребятами и так вот палубор именно на эту сферу на эту профессию то есть получается еще в рай находясь в россии смотрел где можно было бы получить дополнительное образование в этой сфере выбирал возможно между несколькими локациями странами понял что как бы интересная программа здесь в аргентине есть по этому направлению и уже как бы прицельно по сути здесь в аргентине искал учебное заведение где можно было бы поучиться правильно да рассматривал разные варианты в европе в америке но так как с визами немножко есть трудность вот узнал то есть латинская америка есть бюнес-айрес и где-то в новостях попалась новость что один из выпускников как раз одной школы бюнес-айреса стал главным аниматором мультфильма человек паук 2 через все селенные мне стало интересно и понял что да действительно есть интересная школа которая дает такого качества образования что на мировом прокате человек смог показать то что он учился круто я даже не знала об этом интересно и и ты приступил к поиску учебного заведения еще находясь за за пределами аргентины или уже здесь или или как бы частично там частично уже здесь проходил так пусть как это происходило все про частично там и лично здесь потому что помимо гемдио мне всегда нравились фотографии много их делал делал сам только с мобильного телефона ребята всегда давай переходи на персональную технику купил все зеркальную камеру немножко пофотографировал но на коммерческой основе мне не получать фотографии красиво поэтому хотел стать как хобби но как бы прокачать свой уровень фотографии тоже хотелось поэтому рассматривал еще и какие-то фото в студии здесь как профессионально ну так все-таки компьютер немножко надоело именно общаться и железом оно все-таки такое холодно у нас мог быть была идея сменить сферу деятельности потому что взрослый человек молодой и могу сам выбирать институт сам потому что обычно как школу закончили что-то интересное что-то поспали родители и так мы его и выбираем а здесь наконец-то я стою на пороге того что я могу углубить то что мересит интересно и ты проходил этот путь сам но я имею ввиду вы выбор учебного заведения почему я спрашиваю потому что ко мне обращаются многие ребята девчонки кто-то приезжает семьями кто-то приезжает по одному то есть это в основном люди старше 18 лет которые планируют свой переезд и в том числе вот прохождение этого пути на основании студенчества то есть на основании обучения и многие сталкиваются с рядом сложностей и по выбору учебного заведения и потому какое учебное заведение какой какой пакет документов предоставляет и по как бы вступлению в это учебное заведение потому что кто-то не владеет испанским языком на большинство на самом деле не владеет испанским языком расскажи про чуть подробнее действительно ли ну нужно обладать испанским языком или можно с нулевым знанием вот но я понимаю ответ на эти вопросы но мне даже больше интересно как у тебя это было насколько то есть скорее всего до без знания испанского языка этот процесс проходить не так просто как сознанием вот насколько его не так сложно проходить вот так вот нового я бы сформулировала вопрос то есть с чем конкретно ты сталкивался и как и решал эти вопросы знания за камня нулевое и я его не учил москве и в россии потому что не было точного понимания что я действительно поэтому все-таки один в америку в гуни-сайрес именно нужно будет испанский именно с акцентом на гуни-сайрес а не испанский который у нас в испании поэтому я его не учил английский соу-соу конечно ассумена с тем что я как студент приехал качок обучиться и вообще никак мог представиться сказать ну вот супер минимальном уровне и дальше естественно наш разговор переходил уже в переводчик в телефон и наверное трудность именно была в восприятии аргентинцами меня не знающих вообще в чем это выражалось у них терялся интерес ко мне отвечать они уже понимали что они хотят с вами поделиться они очень такие яркие активные они всегда готовы поговорить и что тот объем информации который они дают да это через себя просто нему не можешь это пропустить и как бы осознать да я понимаю это их демотивировал очень сильно могут и получишь язык мы рады что ты приехал от тебя обучить с этим вопросов нет но так как я не знал язык они понимали что они не смогут дать тот объем который готовы поделиться и как ты выходил из этих ситуаций ну то есть любом случае тебе же нужно было этот процесс проходить ходил по равнозаведениям потом узнал что есть очень достаточно сильные курсы испанского очень много турок не рассказывал пошел на них учиться и принц закрыл у меня есть даже диплом что уровень она супер ну а 0 это как бы это ну уже что-то то есть по крайней мере до первые первые знакомства первые как бы какую-то первичную информацию о себе дать понять это большой шаг круто саш ну расскажи а можно сочетать вообще работу которая у тебя есть в россии или там где-то за за рубежом налажено вместе с обучением то есть насколько вообще хватает времени на то чтобы заниматься теми проектами которые ты ведешь уже какое-то продолжительное время и которые возможно обеспечивают какую-то подушку безопасности но и в целом тебе интересно ими заниматься и при этом учиться здесь в аргентине буэнос-айреса можно потому что у нас получается в запасе есть шесть часов из-за разницы часовых поясов потому что мы другом континенте поэтому мы выиграем каком-то плане у нас будет время в запасе единственно нужно будет вставать если по москве то достаточно рано там часа в 3 по буэнос-айресу но если пораньше лечь то пораньше можно встать и получится что закроем дела которые решаются в часовом поясе по москве и останется время здесь на учебу да это можно сочетать ну сколько среднем у тебя получается учебу уделяешь в день у меня получается я выбрал 6 предметов в неделю я учусь три дня и у меня в один день получает два предмета примерно по 4 часа то есть по часу 40 по занятиям но это по занятиям а домашку-то делаешь домашку иногда делаю иногда списываю буду как бы честен как нормальный адекватный студент тогда потом доделываю уже в процессе когда начинается урок кого-то спрашивают я уже корректирую свою домашку поэтому да принципе так как ну сфера у меня связано с айти давно в ней не так сложно как бы ее делать если будет новинку то нужно будет подать конечно время на это да ну то есть получается что твой график немножечко все равно такой смещенный до сторону утренних часов или тебе удается как бы его гибко настраивать так чтобы можно было и выспаться совместить с какими-то вечерними мероприятиями вечеринками обязательно по первой си конечно было трудно лица до когда и учил работала по москве потом учил язык потом приезжал домой занимался колледж институт это конечно было много отнимало времени чтобы это убился в какой-то уже четкий график но дисциплина выработанная система она помогла спасает это да поэтому можно считать по первости трудно потом будет все отлично поняла а вообще у вас здесь есть получается сообщество какое-то ты общаешься с студентами со своими друзьями с ребятами с которыми вы вместе учитесь или в целом может быть есть какой-то чат по направлениям по интересам войти в том числе да по гейм деву то есть какое-то комьюнити русская вот насколько тебе здесь комфортно хватает ли тебе его и сильно ли она отличается от того комьюнити который было до этого в москве комьюнити есть большое да достаточно сильно отличается здесь мне кажется люди точно знаю что они хотят с какой целью они приехали и у них есть какое-то желание развиваться самосовершенствоваться пойти комьюнити здесь достаточно много чатов их на этом 10 плюс скорее всего есть вот есть отдельно альта-клуб по стартапам предпринимательству да здесь они сильно очень развиты поэтому 10 до институт и чат есть да конечно именно связаны просто с учебы не только там колледж институт но и школьное образование также там для детей также есть отдельные чаты у нас по институту также отдельный наш чат это разбит по разным направлениям кто-то занимается анимацией кто-то занимается x-дизайном кто-то бизнес-аналитикой также разбито также ребята делятся материалами домашними работами записанными лекциями новостями да также вот тогда собирались первую субботу каждого месяца у меня на парише вот максимум нас собралось 28 человек это было в марте то есть вы еще и периодически свободное время вместе проводите да то есть как бы не только с точки зрения какого-то обмена знаниями опытом там новостями ну общаетесь но и свободное время правильно да правильно дам париж пожарить мясо да это именно наши габарусь врачи а с аргентинцами которые также с нами учатся мы в дискорде общаемся или ватсапе еще из самых интересных моментов которых не задумываешься когда живешь долго на одном месте у меня всегда день рождения было летом в августе а в этом году у меня день рождения стало зимой это было очень интересно когда я зимой именно зимой могу купить себе клубнику манго киви и все что я захочу также как будто это было летом но да очень вкусные сочные но на самом деле это была зима это тоже таким было для меня интересным открытием что действительно есть нам рассказывали школе что есть разные часовые пояса что разные смены климата в разных континентах действительно когда на себе это чувствуешь это смотрится по-другому ну и также часовой пояс минус 6 часов очень забавно до сих пор некоторые мои друзья не могут к этому привыкнуть и когда утром мазки просыпаются 8 часов утра радостные пишут мне сообщения у меня в это время уже два часа ночи я уже смотрю сны вот поэтому некоторым выключаю звук в телеграме чтобы мне не написывали вот не обижайтесь кому и выключил а еще из интересного в аргентине обычно когда просыпаемся мы что делаем первым делом узнаем какую погоду на сегодня чтобы узнать как нам сегодня одеться так вот в аргентине у вас будет новая привычка вы будете смотреть курс список доллару потому что нужно будет узнать сегодня будем менять деньги или все-таки завтра слушая а если поговорить про расходы про бюджетирование вот такие твои вообще основные статьи расходов сколько примерно нужно закладывать ну там средне статистическому студенту человеку как бы человеку который учится работает живет здесь в аргентине понятно что у всех разные запросы у всех разный формат времяпрепровождения то есть кто-то занимается каким-то специализированным видом спорта предположим который требует каких-то финансовых вложений вот а кто-то ну кто-то проводит время в основном дома не знаю смотрят фильмы предположим вот и это будут разные совершенно статьи расходов и разные разные бюджеты вот но вот если но там крупными крупными блоками но вот какие в принципе здесь нужно статьи закладывать и какие примерно там цифры выходят там на круг у тебя есть пример ты считал когда-нибудь ведешь статистику вообще как у тебя нет из-за прекрасного с финансовым планированием честно не сильно считал потому что есть замечательный второй блю курс который позволяет нам делать скидку почти 50 процентов то есть получаем много больше песо по второму курсу если в среднем брать то где-то 1000 1200 долларов если брать именно в долларах то есть вот у меня квартира среднем месяц до основной расход конечно эта студия у меня в полермы голливуд стоит мне 500 долларов квартира формата студа сколько она примерно у тебя выходит месяц 500 долларов то долларов также на платеж дополнительно еще какие-то экспенсы электричество вода она у тебя входит в стоимость аренды входит если немножко превышают то да вот сейчас буду второй раз платить целых 5000 песо вот поэтому этот второй раз по нынешнему курсу это где-то шесть с половиной долларов 930 он где-то сейчас у нас по курсу вот так на на еду где-то там 300 350 и сильно готовить дома добавить еще там но 150 наверное где-то так да то есть ну 400 марок лишь и со странами добавит а где-то районе 400 вот плюс обучение у меня получается 150 долларов если в долларах смотреть вот как раз примерно 1200 прибавились на связь не так он здесь дорого стоит там тоже в районе 6 тысяч песо по-моему самый дорогой тариф на интернет стоит тоже где-то 6 и 7 вот проезд здесь ну вообще смешно 80 там песо тут может вырастет до 100 песо то есть тут ну 10 рублей за одну поездку вообще-то ну прям вообще не считается метро и автобуса автобуса да то что у тебя расстояние короткие да вот тут пути что есть и можно снять выручу дороже соответственно экономишь на транспорте да но сама такси тоже просто мод мы от моего дома до доехали буквально за 3000 песо точно 4 доллара примерно здесь ехать полчаса 10 километров иногда я здесь пешком сюда ходил и люблю гулять это это бы заняло полтора часа так а если поговорить про каким-то guilty pleasure какие-нибудь получается что может быть какие-то путешествия может быть автомобиль который хочется приобрести здесь в буэнос-айрусе вот здесь он стоит наверное раза два с половиной дороже чем в другом мире если сравнивать с той же самой европой с германией тальфора мая которая мне нравится в европе будет стоить среднем там 35 40 тысяч евро это форма джулия здесь она уже обойдется 60 плюс если возьмем более интересную заряженную джулия кладофолио здесь она стоит 240 тысяч долларов ничего страшно она стоит 240 тысяч долларов как бы обычная кладофолио а в европе за эти деньги можно купить эксклюзивную кладофолио gtm которых 500 в мире то здесь конечно разница очень сильная если взять мою альфа-моё которая у меня 156 а здесь она стоит 6-12 тысяч долларов в россии ну-ка минимально то можно найти за я думаю что 5 это будет потолок вот именно просто вот взять и купить моя кажется переделана она стоит подороже тут на эксклюзив что поделать я прилетел феврале двадцать третьего года и у меня курс начинался с трехсот сорока пяти вот я жил около стеллы и всегда на улице встречали камбио камбио сначала думал что они от меня хотят оказывается они готовы поменять мои доллары на песо вот сегодня у нас уже октябрь скоро двадцатое число у нас уже больше тысячи песо за один доллар то есть курс очень сильно растет многие кто-то говорит что не меняются очень-то также сильно не меняются цены на самом деле цены на большую часть продуктов очень сильно меняются мое любимое блюдо на завтрак это яичница и вначале я покупал 30 яиц за 800 песо всего лишь потом они потихоньку росли до 1000 1200 1600 на данный момент та же самая палатка все то же самое те же самые яйца только стоят они уже 2 600 поэтому на некоторые продукты прям очень сильный есть рост на некоторые отдельной категории товара есть заморозка цены они действительно не меняются но на повседневные они действительно растут дальше ты меня спрашивала по поводу что было налажено до переезда вот у меня есть замечательный сервис который позволяет вам путешествовать по америке нидерландом и другим некоторым странам не перемещаясь в них физически подробнее вы об этом узнаете определенный комментарий саш скажи пожалуйста вот те навыки которые ты сейчас приобретаешь в ходе обучения в буэнос-айресе они их можно монетизировать уже там спустя первые там месяцы полугодия год то есть можно ли сразу же начинать практиковать и внедрять свою бизнес деятельности навыки которые ты сейчас получаешь устраиваться на работу включать в резюме и собственно зарабатывать жить по сути на эти деньги здесь я думаю что да потому что заработок до будет в долларах соответственно здесь нам будет здоровым приятнее жить насчет навыков у меня именно идет направлением game design то есть дизайн видеоигр у нас уже есть принципе небольшой проект да то есть его можно добавить в apple store google play добавить ему монетизацию рекламы соответственно с этого может идти заработок ребята на направлении анимация насколько мне известно уже снимают с помощью искусственного интеллекта добавляя видеоролики до youtube а какие-то пресейлы какие-то прероллы то есть уже есть непосредственно какие-то сферы для этого развития кто занимается их дизайном конечно они уже на фрилансе спокойно могут свои навыки оттачивать набирать свое портфолио и зарабатывать тут зависит еще не только то обучение которое нам дают как мы будем его использовать от нашего собственного прокачки как мы будем этим воспользоваться попутно будем чему-то учиться или нет тогда все получится далее важно было обратить внимание на то через какой срок учебное заведение будет выдавать необходимый пакет документов для миграционов правильно потому что ряд учебных заведений выдает их при поступлении и ряд учебных заведений выдает их уже на этапе когда ты прошел первую сессию сдал первые экзамены соответственно вот и учитывал тот момент да я узнавал непосредственно и документ миграционов нужно для заполнения при поступлении и уточнял когда они смогут мне выдать нужный документ и показывать что я уже приехал сюда и то что я у них уже учусь ты правильно сказал некоторые заведения сказать что мы сразу дадим как только зачислили поступили никто искать нужно сдать первую сессию в некоторых заведениях она по-разному идет вообще как у нас в аргентине здесь два как бы два сентября вот так это два начала учебного года 1 феврале но у нас сейчас в августе соответственно вот кто-то вид уже под конец первой сессии готовы до документ тот сразу начали кто-то после первых это нужно уточнять именно индивидуально как в вашей школе институте в заведении где вы учитесь вот и будет зависит еще может быть от профессии поняла и ты получается поступила предоставил пакет документов миграционов необходимый для для легализации для начала легализации и соответственно учел тот момент что учебное заведение в которое ты поступила но выдает именно при зачислении получается этот пакет документов необходимы это важно в том числе же учитывать потому что чем скорее ты получишь этот пакет документов тем скорее ты начнешь процесс легализации тем скорее ты получишь прикарию и тем скорее там барабан на руках появится заветный данные вот и сколько получается на круг у тебя ушло времени с момента твоего прилета в аргентину и начало процесса по легализации до момента вот получения на руки пластика летела получается здесь 1 февраля на руки именно я получил буквально пару дней назад часть нас 6 5 октября на руки его пластика да а до этого ты получил электронную версию правую версию я получил получается в сентябре когда уже вот у меня весь процесс там там были какие-то сложности или особенности потому что нету как бы той точных шагов точных пунктов куда дальше двигаться кому нужно написать куда сходить в живую ножками что спросить спрашивают какой-то там либо цифры либо какой-то термин говорит который они понимают а ты не знаешь где кого вы искать смотреть поэтому да то есть когда уже все пункты пройден у меня восьмой пункт что мне одобрено временное действительство тут начинается вторая интересная история 2 квест до 2 квест на по первому получается что 20 марта я уже официально загрузил все документы то есть вот сейчас февраля прилетел буквально на вторую неделю нашлось окошко чтобы не привели документы вот он занят почти месяц перевод документов занят мне как вместо меня уже ждали не сказал об этом хотя тут марте уже пришел показал что мне документы все переведены мне подтвердили что да ваше образование нас устраивает все может у нас учиться и не отдал дальше документы чтобы загрузиться здесь вот получается почти два месяца это получается в августе от себя сканировали и вот сентября пришло радостное уведомление супер теперь тебя получается по хронологии событий ждут следующие этапа когда данные будет заканчиваться и необходимо будет его возобновлять то есть подтверждать твое обучение в учебном заведении вот показывать что точно здесь живет что как бы ну и соответственно благонадежный гражданин договор аренды все как обычно в полиции подтверждают и для мигащенцы так и скетент можно показать закрытую сессию с оценками есть мягко станет у меня хвостов как я хорошо сдал от этого как будет зависеть дальнейшее будет ли оно продлено или нет то есть восемь месяцев получается если возвращаясь как бы к кругу то есть он занял примерно восемь месяцев правильный весь процесс момента как я приехал и получил до от старта получается чуть чуть меньше 20 марта поняла хорошо и если ну если ретроспективно так посмотреть на весь этот процесс как ты считаешь вот у меня не часто задают вопрос дарья может быть там вы могли бы поделиться какой-то не знаю каким-то мануалом рекомендации потому какие шаги необходимо пройти вот и чтобы мы самостоятельно их прошли требуется ли какой-то специалист который в этом процессе ведет и на каждом этапе сопровождая что-то подсказывает там ту же самую там в очередь ставит на перевод документов но там есть же разные до тонкости которые требуются или в целом как бы этот процесс можно самостоятельно пройти если потратить много нервов сил литра там поток крови и времени в целом можно по крупицам что-то найти информацию но так как здесь очень часто все очень меняется когда я приезжал в феврале песо стоил блю курсу 345 на любимого цифра и сейчас мы посмотрим это 885 очень все быстро меняется поэтому какую информацию можно найти ты имеешь ввиду курсы валют или в целом так совсем это же новый какой-то закон вышел тоже все поменял был один мрот сейчас они увеличили на два раза информацию найти можно но не факт она уже будет работать и действовать экономить время силы конечно у нас пройтись есть время силы будет четкое понимание куда идти что делать это конечно будет легче проще поняла тебя хорошо спасибо саш но расскажи если отвлечься чуть-чуть от темы тема про процесса именно как блок самих там самого документа оборота может быть ты мог бы рассказать какие твои ожидания оправдались или или не оправдались и как сошлось эта картинка ожидания реальность если какие-то вещи которые тебя удивили в аргентине может быть там внутри буквально то что удивили да это очень интересная ситуация которая такая интригующая кто живет процессами у меня поймут кто еще нет для вас большая интрига красиво оделся кот подготовка какой-то встречи там на свидании куда ты идешь идешь по улице замечательно никого не трогаешь улыбаешься и тут чувствуешь что сверху тебя что-то капает и поднимаешь голову вверх и а вот что там было можно писать в комментариях ответ кондиционер не принимается так пишите в комментариях что может капать сверху интрига из интересных моментов наверное вот это как статуя свободы или ехали у башни будет также обелиск гуэнс айреса который одно дело мы смотрим на фотографиях кому-то видео и когда мы смотрим как-то в живую вау действительно очень интересно а что тебя больше всего впечатлило в обелиске то есть ну что как бы ты есть что-то что ты его что ты его долгое время наблюдал на видео там читал про ним когда готовился к переезду и вот он как бы у тебя в реалии в живую да да потому что будут проснулся и первым делом когда первый день когда я был здесь я поехал на него смотреть вот чтобы действительно прочувствовать что я уже здесь я уже добрался то что до родного континента как бы там до дома 13700 километров это внушительные цифры туда супер также изучаю кого город есть интересные места которым понравились вот набережда генсенто лопес очень классно интересно мне нравится место москве я очень любил напротив москва сити с одной стороны где я находился на такой спокойно и как бы тихо можно пустить подумать а зубы снова я смотрю на москва сити где будет жизнь бизнес деньги это вот вот то место где получать с правой стороны мост перед тобой открывается вид на москва сити а с левой стороны чуть-чуть шумит 3 транспортное кольцо есть это самое такое главное место но там есть моё отдельное место секретное есть и парковка автомобильный который много кто не знает но в целом да это место много смотровых площадок и ты нашел здесь такое место до нашел так реально получается место внутренний аэропорт и статуя колумба учусь учиться что и есть и залив как бы стата колумба людей там не очень много ходит на сзади получается аэропорт напомнила это место и чечнина впечатляющий набережную центр лопес да она такая есть фото живая вода то есть можно назвать наверное это местом силы да не таким таким но часть да но но подумай для меня это как вернуться в те места где я сам собой да супер спасибо пожалуйста саш ну вот смотри по сравнению с другими странами я не знаю как ты расскажи как ты я например побывала в 32 странах к текущему моменту и жила в 4 и когда я приехала в аргентину у меня ну был ряд таких вещей которые для себя отмечала которые очень сильно отличаются от других мест и которые меня ну поразили удивили и и нравятся мне очень сильно то есть да и Как у тебя это было? Я знаю, ты тоже посетил достаточно большое количество стран и очень часто бывал в Европе. Ну вот, какие вот вещи, если так чуть-чуть поразмышлять, там, похожи на те страны, на те места, где ты был или, наоборот, сильно отличаются? Вот что с тобой резонирует? Вот чуть-чуть расскажи об этом. Да, по странам, чуть помягче, чем у тебя, там, вроде бы 20, Европа почти всю изъездил, некоторые там страны остались, которые пока еще не успели до них доехать. Если сравнивать с Буэнос-Айресом, также не жил долго где-то только в Москве, основа только основе путешествия, то есть Буэнос-Айрес снова, получается, второе место, где я долго очень живу. И как раз Буэнос-Айрес, наверное, собрал в себе частички разных городов, разные районы, вот, частично, может быть, забрал какой-то менталитет людей, там, любимый Маньяна, вот, они живут с удовольствием, свой кайф, частично, как вот есть в Испании, в Италии. Может быть, не так много здесь интересных машин, как в Праге или Нидерландах, там, там, есть различия, там много электрических машин, здесь, как бы, с транспортом чуть-чуть есть отличия. Здесь очень дорогой Эльфоромео. Это боль. Да, это для меня большая боль, люблю Италию, люблю Эльфоромео. И в Москве у тебя какая Эльфоромео? 156-я, с 3,2 двигателем, на ручной коробке, очень красивая. Фотографию, видео, там, попадаю с удовольствием. Вот, а... Если брать, наверное, Европу, я бы еще хотя бы там пожить, наверное, вот в Нидерландах, в Амстердаме, мне очень понравилось, он очень разнообразный, очень... Я очень люблю ходить пешком, как вы знаете. Чаще доберу до дома всем то, что у меня есть. А в Нидерландах получается, что для пешеходов очень высокая дорога, для велосипедистов почти как одна полоса для автомобилей, и для автомобилей две полосы. Вот это было очень интересно и в целом классный город. Понравился также Берлин. Там бы тоже какое-то время пожил. А здесь, получается, я уже отчасти в этих городах как бы был, потому что у нас также есть тигры, оно схоже. Все, конечно, похожи на Венецию, но я на все-таки скажу, что сами, наверное, каналы похожи на Венецию, но сам город ближе как раз к Нидерланду. Здесь есть маленький мост, маленький мост, куда можно пройти. Вот это здорово. А по архитектуре как раз и Чечен и Берлин у нас здесь есть. И полезно в Голливуде. Чика, если не ошибаюсь, там очень похожи. Есть места, которые на Лондон очень похожи. Очень похожи на Лондон. Ну и, да, и на много других стран тоже. Поэтому, да, если... На Мадрид. Да. Поэтому, если не были где-то в Европе, приезжайте в Буни-Сайрес, можно сказать, что почти половина Европы вы уже были. Саш, последний, наверное, на сегодня вопрос у меня к тебе. Какие три вещи ты бы рекомендовал тем, кто нас смотрит, только планирует свой переезд, и которые позволят ему максимально комфортно и как-то вот легко пройти процесс адаптации здесь, в Аргентине? Наверное, первый и самый большой совет будет то, что не строит каких-то ожиданий. То есть, то, что вот я приеду, я подам все, все получится. Обязательно все получится. Но не стоит какие-то точные ожидания. Вот. То, что мы за них начнем цепляться, и потом это нас очень будет сильно тягостно нам с этим. Потому что я думал, что на сегодня рождение, в августе, я пущу Данаи бокал с мальбеком, а прием стейком с мятом. Но не получилось. На тот момент я даже еще не знал, что будет оно мне или не будет. А вот ожидания у меня были. Вот это вот у меня есть этот момент. Поэтому планируйте какую-то дальнейшую цель, более длинную, большую. И идите к ней. А какой будет процесс? На нем как бы зацикливаться. Угу. Также, наверное, второе. Все-таки поучить язык. Немножко подготовиться. Это будет и вам приятнее, комфортнее. Вам будут понимать. И к вам более радостно, аккуратно будут относиться. Это будет очень приятно. Третье. Это актуальная информация. Вот. За ней следить. То есть руку на пульсе. Смотреть все, что меняется. То есть полностью подготовку посетить этому. Угу. И это будет тогда... Приедете с улыбкой и будете просыпаться с улыбкой. Супер. Welcome. Welcome в Аргентину. Да. Здесь круто. Памятник капитану Колумбу. Да, одно из самых первых красивых мест, которое я посетил в Буэнос-Айресе. Которое мне напоминает очень о Москве. О моем любимом виде на Москва-сити, на реку. На набережной Тарасов-Совченко. Вот. Меня наплечает тем, что с одной стороны она достаточно тихая. И здесь есть наш залив. А с другой стороны у нас здесь местный аэропорт. И сочетание спокойного и бурного. Это очень классное место. Мне оно очень нравится. Я согласна. Здесь есть какая-то атмосфера, вайп. Стоят рядом с нами люди, которые ловят рыбу. Которые тоже окружают Москва-сити на самом деле. Так же, как и в Питере на набережной есть традиция ловить рыбу. В реке также и в Заливе. Вторая там любительная рыбная ловля. Что-то поймать какую-то. Рыбу своей мечты. Конечно, взлетающие самолетики тоже создают некий контраст. Когда есть и природа, и стихия, и такой простор. Вместо силы, действительно, которая открывается здесь, находится точка. А вы слышите звук воды? Напишите в комментариях. Было ли слышно звук воды? Да. А тоже здесь аэропорт. Мне нравится то, что это либо уже конечная точка вашего маршрута. Вы куда-то прилетели. И у вас начинается что-то новое, что-то интересное. Либо это отправная точка. Это ваш старт в другой город. Другие впечатления, что-то новое. Да. Другие провинции, которых очень много в Аргентине. Да, на Югасу из этого аэропорта. Бушваю из этого аэропорта. Барилочи из этого аэропорта. 2-1 свою пользу принято. Так что путешествуйте, путешествуйте по Аргентине. Ну что, дорогие зрители, хотелось бы вам напомнить мою замечательную историю, когда именно в этой же рубашке очень символично. Шел на свидание, радостный, довольный, счастливый по улицам Буэнос-Айреса. И тут что-то начало капать на голову. Вот. Я задавал вам вопрос, что вы написали в комментариях, что же это было. Вот. Так вот. Мы разыгрываем три призовых места. За самый интересный, креативный, эмоциональный ответ, который вызовет у меня больше всего эмоций, будет более самый интересный или самый креативный. За третье и второе место у вас будет подписка полгода на мой сервис, о котором вы рассказывали. За самый лучший, самый красивый и самый классный ответ. Будет разыгран приз в виде консультации. Консультации по вопросам правильного оформления документов здесь по направлению обучения в Буэнос-Айресе. Да. Поэтому пишите. Успеха. На связи. Ну что же. Надеюсь, это видео немного прояснило для вас детали процесса легального оформления вида на жительство здесь в Аргентине по программе обучения. Но если все же какие-то вопросы у вас остались, я буду рада ответить на них в личных сообщениях. Пишите. До связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok